приветствую на канале асмады play мы начинаем играть gothic u2 ночь ворона так у нас вот так новая игра давайте будем смотреть новая игра потому что в первые мы помирали макс ордес он же не крома не забыли про него один заключенный изменил судьбу сотен он заплатил за это высокую цену это были мы в первой части нас завалило осколками кто не играл в первую часть поиграйте одна из лучших игр остается по крайней мере даже скоро будет переделка обновлят ее усовершенствует лучше только графику как я понимаю некоторые действия миссии добавить думаю по крайней мере ремастер будет котика ремастер на нее сразу столько обзора поведут все ее пойдут сразу рекламировать но старая это пока будет лучше все равно потом только уже и кстати управление неизвестно что какое управление потому что многие недовольны управлением готики 3 он победил спящего и уничтожил барьер но когда остальные заключенные вырвались на свободу он остался лежать под грубой камней это я отправил его на бой со спящим и теперь я вызволю его оттуда он слаб и многое забыл но он жив он вернулся это прекрасно кстати недавно проходил материн 2 я и не думал что нам с тобой доведется встретиться снова я чувствую себя так будто три недели пролежал под кучей камней так оно и было ты выжил только благодаря магии твоих доспехов я уже начал опасаться что не смогу вытащить тебя из под развалин храма но хватит об этом сейчас-то ты здесь и над нами нависла новая угроза так что за о чем ты говоришь после исчезновения барьера и уничтожение спящего гнев бильяра стал еще страшнее мощнейший артефакт будет возвращен в этот мир так пишут в древних книгах когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски этот поиск начался давным давно во время поисков приспешники бильяра оскверняют древнейший алтарь и богу хранители этих священных реликвий пробудились и гнев сотрясает землю каждый сильный маг на этом острове способен ощутить их гнев и некоторые из них определенно начали готовиться встречи с угрозой ну что ж люди слабы люди слишком легко поддаются соблазнам зла таким образом они вовлекаются в дела которые не могут понять и уж тем более не могут контролировать твердые в своей вере уже начали сражение с врагом ты должен стать их союзником это единственный способ остановить бильяра кстати заметьте может кто видел не видел лук сардоса всегда белые зрачки якобы у него почему-то у всех есть нормальные глаза у него вот белая пелена такая ну что ж ну по крайней мере у нас сейчас достаточно времени я сделал это спящий был изгнан ты победил его да это так но не в наших силах остановить войну которая разгорается сейчас ты говоришь о борках я говорю о гораздо более ужасных созданиях своим последним яростным воплем спящий привел в движение армии тьмы это был приказ всем созданием тьмы слово силы которому они все обязаны повиноваться его последним приказом было идите и они пошли все даже драконы драконы это творение древней силы я чувствую их присутствие даже здесь и они собрали вокруг себя целую армию из низших существ и где-то армия сейчас лагерь этой армии находится недалеко отсюда в долине рудников около хориниса и она готовится к атаке у нас очень мало времени так что же мы можем сделать это давай быстрее носить ценой что мы можем сделать на этот раз самим нам не справиться только сила и нас может помочь нам в борьбе против этих драконов в городе хоринис что неподалеку отсюда остановился отряд паладинов они обладают сильным артефактом который может помочь нам победить этих драконов они называют его глаз и носа ты должен завладеть этим артефактом расскажи паладином о надвигающейся угрозе ты должен убедить их предводителя поддержать нас а после этого ты должен найти артефакт бильяра это противоположность глаза и носа он не должен попасть в руки зла а что такое глаз и носа а что такое этот глаз и носа это амулет легенды гласят что сам и нас вложил часть своей силы в этот амулет он восстановит часть твоей потерянной силы и поможет нам победить драконов также он обладает и другими скрытыми возможностями я расскажу тебе больше когда этот амулет будет у тебя в руках кстати на протяжении трех игр готики 1 готики 2 и готики 3 он блин все к одному под этажем чтобы этот мир помрет на хрена почему паладин должны отдать его мне даром не должны ну давай начнем с простого вопроса должны отдать этот глаз и носа потому что ты тот кому судьбой предназначен а носить его откуда тебе это известно есть несколько причин полагать это вот самая важная из них ты победил спящего если бы тебе не благоволили боги ты бы давно уже был мертв предположим что ты прав и мне действительно предначертано носить голос и носа а откуда паладину узнают что это правда глаз сам выбирает того кто может носить его когда ты наденешь его все сомнения паладинов рассеются а как мне добраться так я немедленно прораст путь давай как мне добраться до города просто иди по тропинке ведущий но будь осторожен я хорошо еще одно не говори никому что разговаривал со мной и прежде всего не говори об этом магом с тех пор как я отошел от них круг огня считает меня мертвым и это очень хорошо хотя в первой части у огня весь вырезали да мы сам вырезал там один только оставался так подождите он туда уже забыл а ключевые зелья индигредиенты и ты почему круг огня не должен знать о тебе когда-то я был высшим членом это мы помним да даже тогда я подозревал что демоническая магия может быть ключом к этому магическому барьеру но они не слушали этому я покинул круг что это преступление которому в глазах магов огня посвященных и носа всегда таких добрых и добродетельных никогда не будет оправдания они уверены что я все еще жив но они понятия не имеют где искать меня и это хорошо ну и пусть оказывается так мне это оружие мы сейчас находимся как я уже сказал я отстроил мы но ведь прошло всего несколько дней с тех пор как мы были в долине рудников слуги которых я вызвал для строительства моей башни проделали потрясающую работу да и что мы должны действовать ты должен добыть вам все это понятно так подождите я немножко еще с управлением конечно еще так ровный стол нет наверное вот здесь а все-таки подождите книги нет где же где же подождите тяжелый сук соберем на ночь ворона готика 2 ночь ворона столько патчи всяких раз последний раз я проходил этот мега прокачанный там уж вот он мега прокачанный был и пипец это же невозможно играть какая-то там локация где все сгорает это пустыня так взять все я уж не помню ладно ладно зелье череп бьет нет поэтому говорю много патч это очень плохо у меня танки установлены и там нет ни одного патча единственный что сделать да не знаю патч не патч называется как кругляшок сделал цельным чтобы он не таким разбитным был а целью вот и все я вам скажу неплохо потому что патчи там тому подобное там уже были минуту перебор серьезно столько всякой хрени люди лепят горбатого так ну тут кстати сундук в патчах бывает милиан давай-ка потом я тебе приду и помолюсь хорошо это чувствую что я подохну ключ 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 а где сундук то вот этот сундук который лежит опыт 25 кстати вот не знаю в некоторых патчах здесь да но нет такой шарится вот в этих стеллажах вот который я играл можно было шариться в стеллажах так что говорю а в такую мега прокачивания больше играть не буду почему потому что во первых там пипец сложно во вторых там пипец глупо ведь и все время лезешь в подсказки особенно говорю ты за там вот дополнительные локации какие-то возрожденные это пипец непонятные какие-то нежити это полным задрота надо быть и уйдет он охрене сколько времени на все вот это точно больше ничего нет а потом внизу если в лес пустимся там сидит ваш друг из пящего лагеря стоять спящий лагерь надо одеть одеть одеваем урон 6 урон 10 урон 10 так что ничего страшного спускаемся так альтернатива бутика первое управление есть будет альтернативная точно не могу сказать подождите ну-ка сохранить ой ну ладно так сохранились это мы на первый этаж пришли давайте смотреть что здесь есть у нас есть старые монеты их вроде как выкупают а может и никому не нужны будут так да нет 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 бери берем факел и вот у вас еще есть еще факел менюрки так опции звук назад опции графики нет слишком да слишком но хотя может быть у вас не поедет потому что прошлый раз только у меня было все это как то так вот надо четкость выработать но вроде бы немножко светлее мне стало просто не люблю темные игры где ни черта не видно что здесь есть свой золото эти монетах я уж не помню золото монета у меня золото 37 ну ничего страшного так бедными мы в играх не будем если конечно это не влияет никак а здесь она влияет здесь бедным быть нельзя не будем и голодным лишь бы только модным сюда все берем управление управление же хотел посмотреть давайте посмотрим управление управление так альтернативные настройки не знаю вроде для меня так ничего не изменилось золото идем идем кстати вот эту игру можно как сказать смотреть как за как передачу небольшую так скелетов нет тут обычно скелета есть и первого волка подманивают сюда именно к скелетам но опять же смотрите тогда тика я вспомню есть лесные духи которых хрен убьешь и такая маленькая фишечка ближай жалко что я не умею так делать это как бы шипелявить я бы вам сказал опа заходим сюда не собираю лечебные травы вот кстати еще блин здесь сейчас нету но бывает бывает так давайте сохранить потому что сейчас не хочу сорваться бывает такое что здесь лежит магический свиток вот у меня сорвался подождите на конечно разбился загрузить конечно разбился бывает такое что магический свиток это тяжелое бывает начала очень тяжелое отсюда пробиваешься бы рвешь и меч внушку господин завалит сейчас этот волчара прибежит этот дух кстати дух я не помню здесь еще кстати выходишь на некоторых модах какой-то хрен появляется нарезал весел в оригинале нет не могу вспомнить а барашка на папа вот и все взял джин гоблин будем травничеством собирать заниматься собирать травы так у нас чё гоблин его там чуть подальше вот здесь а давай сохранить до часто будем сохраняться так что привыкайте к этому папа сюда и вот здесь вот у нас я не знаю есть здесь нет лук со стрелами так здесь по ходу дела нету его это у меня первое до без модов они смотрите к есть короткий лук стрелы напиток вот все собираю я даже не знаю это типа пасхалка не пасхалка как правильно называется эта штука так идем уходим так нам пока ничего не видно пока здесь рассматривать ничего точно сейчас не могу вспомнить если там что-нибудь в город кстати можно попасть несколькими путями это одежда травничество после садежную собираешь там под крестьянина посишь потом и травы якобы собираешь и еще что-то так ладно а а а а а и так и так пришлось конечно немножко он удохнутся но все таки а и что мы сделали теперь нам надо туда у меня уж не помню как как да тихо ты есть так забираю гоблин не шмонается спокойно черный гриб черный 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 гриб так два пути они оба по моему ведут к одному и тому же нет да почему они так попал нет тут еще остался смотрите мне тут а смотрите-ка а как как все забрать они с каждого да ну-ка ну-ка подождите а тот тогда гоблин я смогу с него собрать горный гриб нет нет не могу ладно давайте посмотрим что у нас там ай-яй-яй-яй-яй так сундук есть блин как тут все забирать то а вот так по порядку так сундук подождите так ну-ка управление так опции опции я говорю о готику первую вторую третью проходил недавно поэтому поэтому так вот будем так опции опции управления опцию управления настройки по умолчанию только единственное мы прыжок вот так вот изменим ну да вот нормально но как как бы ну ладно сам с десятками уж как-нибудь разберемся будем смотреть хотя прям слышу теперь кто-то подождите вот здесь вот будет дополнение мало ли как у меня с луком что-то блин ерунда какая-то выходит куда на подождите а я куда-то попадаю не туда или чё подождите не привык к управлению а вроде другого управления было зелье зелье да мы тут подломили кое что поэтому как видите сильно я не приукрасил просто хотел сделать себе стрелы и болты ну так так получилось что эти напитки мне тоже достались поэтому поэтому так как видите напитки я не пробую так куда мне мне туда можете про просто кстати смотреть это как как историю не знаю как историю гарри поттере тоже интересно так вот здесь вот что-то должно быть если не ошибаюсь какой-то нет кусочек растения нет ладно пойдем тихо кстати у меня я не помню даже какой мод это мне стоит потому что ну поставил я его так как сказать что было то поставил а мод до ночь ворона только смотрите она у меня просто ночь ворона ни аддон ни кто-то там которая какая-то я не помню хрень там которой играть невозможно где все мощные где все сильные и ничего не понятно так вот я прослышу что он где-то тут так сохраняемся да тихо ты да ты какой ты дебил может сожрет тебя дебилушка ты же не бессмертен ой бакла ладно вот нам сюда к огню надо клестеру пози огненная крапива это ты точно ох как я рад видеть тебя так как ты оказался здесь это был безумный побег после того как барьер рухнул я бродил там некоторое время в полном смятении потом я потратил несколько дней пробираясь через все эти леса пока наконец не оказался в этой долине диего милтон и горн все еще в долине рудников по крайней мере я так думаю что произошло после того как спящий был повержен все братство как будто сошло с ума без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки а ты что насчет тебя со мной тоже не все было ладно у меня были кошмары и даже галлюцинации но когда в моей голове более-менее прояснилось я побежал оттуда как-то мне показалось что я видел как огромная черная тень налетела на группу беглецов и сожгла их в пепел накрыв гигантским облаком огня дракон да я даже подумал что это прилетел дракон чтобы убить меня ты видел что-нибудь еще нет я вскочил и побежал я направляюсь хоринис что ты знаешь об этом городе хоринис но это довольно большой морской порт а почему ты спрашиваешь просто направляюсь с паладинами которые обосновались городе неужели до тебя не пустят даже в сам город не то что паладином так сколько ты уже скрываешься в этой долине точно не знаю может неделю но есть еще кое-что когда я пришел сюда вечером я взглянул на эту гору там стояла всего несколько деревьев а когда я посмотрел туда же на следующее утро там уже стояла эта башня я готов поклясться что раньше ее там не было и с тех пор я не покидал эту долину ты имеешь ввиду башню ксардоса я знал что он намного и способен но создать башню вот так запросто я бы тоже захотел некромант он живет в этой башне мне это не нравится не волнуйся это он спас меня из храма спящего он на нашей стороне ты должен рассказать ксардос об этой тени это может быть важно ты не думаешь что мне показалось ты хочешь сказать что это действительно был дракон да ты опять лезешь в самое пекло я прав угадал сказал бы что в самые-самые хорошо если это так важно то я зайду к нему но не сейчас сейчас я собираюсь отдохнуть я все еще измотан после этого бегства из колонии мне кажется у тебя большие планы увидимся позже уксардоса пока подожди давай кого-то ты знаешь способ который поможет мне попасть в хариз знаю некоторое время назад я работал на старого алхимика по имени константино он довольно влиятельное лицо в городе ему удалось добиться того чтобы стражники пропускали в город каждого кто приносит ему редкие травы так что на самом деле все довольно просто тебе нужно собрать большую охапку растущих здесь повсюду растений а затем сказать стражникам что ты несешь их константина но ты не должен собирать разные травы стражники не слишком сообразительные и в алхимии не разбираются чтобы они тебя пропустили твоя охапка трав должна им понравиться думаю 10 одинаковых растений будет достаточно спасибо за совет вот а мы соберем что ты знаешь об этой местности если ты пойдешь по этой тропинке то попадешь на ферму а еще чуть дальше начинается город но будь осторожен по дороге тебя могут встретиться не только волки и крысы но также гоблины и бандиты ну так скажем прямо так все все описал все что там будет так давайте сохранимся и будем собирать потихонечку травы кстати я не помню сейчас или когда он еще накидку даст этот поиск что если ты пойдешь но будь видимо не в этом патче пока как и сюда пришел а вот так я пришел ну давайте посмотрим соот молодой волк это самая мамуха самый лучший способ смотреть кто тут есть но блин почему не так мог это тихо тихо все все так собираю это все конечно легкие звери кстати видите эту пещеру в некоторых я даже не знаю будет ли у меня нет миссия здесь по 5 патче не знаю будет она или нет да тихо ты поэтому тут есть такой призрак призрак вот специал со специальным кольцом сюда приходить на что призрака гасить больше ничего не точно мне лопату еще надо было где-нибудь достать как помню копать придется вот здесь вот призрак появится на спице со специальным кольцом приходить он тут будет какой-то демон он это если я не ошибаюсь по заданию этих кто-то вот а ну где по моде я не знаю что у меня она будет в дальнейшем так что посмотрим кто там они были на храните хранитель вот по заданию здесь будет призрак какой-то там не помню только по счету он будет со специальным кольцом которое они дадут прийти сюда хопа взлететь бы так вот подняться в небеса так смухи я ничего взять не могу а в шум я взял почему крылья же взял до жалости не ошибаюсь а почему не в жало выдергивать это вроде у охотников на прокачивать теле в первой части только это покажется здесь уже как такое простенькое само делаться на опять нифига ну беги ко мне тогда но подождите видите не попадаю почему-то тихо тихо вот тут еще самое самое хорошее самое выгодно это заполучить лежак у охотников так собираем вот вроде бы как бы все посмотрим на предмет что тут еще и что тут есть потому что я говорю эти игры то они хорошие поэтому заезжены только ленивые их не осветил вон там наверху если не ошибаюсь здесь не здесь или в пальчах залазишь там через гоблинов каких-то лезешь и кого-то и потом там какой-то сундук стоит на противоположной стороне ладно давайте поднимаемся поднимаемся нас там тоже все-таки ждут кто ждет до многих то ждет например приключения и не приятности котелок гав котенок по имени гав я не могу туда не идти ведь они же меня ждут вон там вот если я не ошибаюсь вам туда вот видите где елки торчат он те там ну-ка звук мотри звук пойдем вы как бы не подохнуть давай 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 двигай куда давайте вот наконец-то наконец-то вышел вышли вышли сопли вышли только с такого-то расстояния попал попал если ничего не мешает да вон туда пробираемся есть там чего-нибудь вон туда да подожди за еще одним монстром стало меньше рыбку забрал тяжелый сок всех их вместе соберем соберем лошадку навестим навестим чем-то вкусным угостим угостим и так осторожней вон там если мне память не изменяется только стой что-то было можно на мешок это такой мини болт мини бонус давайте попробуем опа да опа ники так скрижаль что ли может лежать или должна лежать или что я уж не помню как я тут как я тут с кем воевал с ящерицами что ли все может быть кстати так ну да вон ящерица повышен уровень так даже говорю что то здесь было да какой то ой так нифига я так не одолбит то долго буду ну ладно ничего страшного тихо блин так так я даже не знаю как мне с тобой поступить то какая то ты бронебойная я не знаю давай давай если тебя долго мучить я по-любому что-нибудь получу вау 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 120 кажется да что упадешь а на самом деле вот такая вот фишечка кто не знал кто не знал сюрприз так вот стой 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 свиток еще можно что-то нет ладно с гоблина в чем этот поимели черный гриб соберем волки есть волков нет волков волков ахаха капитан волков есть нет меня нету бузина не бузи ну проблемы черт я не знаю где они все прячутся убиваешь одного и вскоре они все возвращаются погоди минутку я тебя знаю ты тот парень что постоянно клянчил у меня стрелы в долине рудников тебя зовут кавалорн верно а я вижу ты все таки не забыл меня после всего через что мы прошли в этой клятой калу их не надо узнавать там пачки может будут давать опыта за это в город ну ну в город у тебя могут возникнуть сложности со стражей они уже не пускают каждого прохожего века в район кишет бандитами несколько дней назад один из бывших заключенных долину рудников проходил здесь он сказал что постоянно покидает хоринис и возвращается он пошел в долину под башней должно быть где то там есть проход около водопада может быть тебе стоит с ним поговорить интересные на тебе доспехи ты больше не принадлежишь к теням тени они не существуют с тех пор как пал барьер когда мы могли наконец уйти из долину рудников незачем было оставаться с ними теперь я работаю на магов воды я принадлежу к кольцу воды а как что ты здесь делаешь тогда что ты здесь делаешь сижу на месте если бы не эти чертовы бандиты меня бы здесь не было так вот расскажи мне кольцо воды расскажи мне о кольце воды мне на самом деле нельзя говорить про него все что я могу сделать это отослать тебя к ватросу он представитель магов воды в хоринисе лучше тебе поговорить с ним скажи что я тебе рекомендовал может быть он тебя примет в наши ряды нам срочно необходимы люди так а что собственно делают маги воды они затеяли кое-что серьезное это касается неизвестной области на острове неизвестной области и где же она может быть я не могу тебе сказать поговорить с ватросом в хоринисе так разве ты и твои ребята раньше не были врагами магов воды эти безумные дни закончились теперь нет нового лагеря или старого лагеря после того как колония прекратила свое существование каждый остался сам за себя за большинством из бывших заключенных все еще идет охота маги воды сумели разобраться с моим приговором и теперь я могу передвигаться свободно что такое с бандитами я говорю обо всем этом сброде из исправительной колонии которые чувствуют себя здесь как дома грабят и убивают всех кого могут думаю мне повезло что они меня не убили я отвлекся буквально на секунду и меня уже оглушили ударом сзади дубинкой по голове даже не знаю как теперь получить свои вещи обратно так тебя ограбили разбойники да они выключили меня и бросили на завтрак гоблинам это были очень важные для меня вещи письмо и все деньги мне просто необходимо вернуть их но без компаньона который мог бы меня прикрыть я не вернусь туда эти трусливые твари и могу я помочь тебе с бандитами возможно но ты выглядишь таким тощим ты наверняка не держал меча несколько недель ну да у меня нет выбора так что я принимаю твое предложение у меня мало времени так слушай вниз по этой дороге располагается одна из тех грязных дыр где прячутся бандиты именно те ребята что там сидят меня и ограбили скажи когда будешь готов и мы поймаем преступников так мне нужна эти свиньи не оставили мне почти ничего я могу дать тебе волчий нож ты называешь это ножом а что по поводу лечения у меня есть еще два лечебных конечно давай сюда давай все давай так что у меня так где у вас ну ничего еще у кого-то булькает так минутку собираем собираем пока перебил их здесь видимо гоблинов или как-то давайте посмотрим это можно как-то одинокого там не знаю подальше от всех от хреначи чтоб их осталось меньше давайте посмотрим я знаю что его как-то можно спугнуть и он убежит вот тут кто-то ходит якобы откуда ты такой взялся я спустился с гор точно ты спустился с гор и это плохо для тебя очень плохо тебя ищут целая куча плохих парней есть человек с которым тебе просто необходимо переговорить иди за мной а как то ищет его ищет меня за тобой охотиться половина хориниса а ты хочешь сказать мне что ничего не знаешь об этом а понимаю ты не хочешь говорить мне об этом хорошо это твое дело так ты идешь а с кем я должен поговорить с нашим главарем его зовут брагу он лучше все ну что ты мы так хорошо просто следуй за мной блин вот так зачем трава а где стрелата а ничего исчезает мы обратно не подобрать их объявление о розыске ну-ка ладно но хочу ты их только попасть не могу как попадают сразу ну-ка ладно не стоило появляться здесь все какое-то письмо так вот как и все забрать а вот этот все заберем ну-ка 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 настройки продолжить опции метка но это для ключи быстрая еда нет такого то управление так правый так шрифт так шрифт тап но вроде практически ну ладно хорошо так там не ничего нету там ничего не надо да x что у нас здесь это я еще взял сообщение задерживайте всех спастившихся с гор выполнять вероятно что через проход попытается пройти старик не дайте ему омануть вас это очень опасный колдун присматривайте за ним письмо сатура сова трассу но это мне не интересно сомневаюсь что там что-то такое прямо уах было давайте пойдемте ему скажем ляжем спать ну что ночью бродить я не намерен а ты конечно ты это прекрасно знаю приятель ты действительно много потеря так я хочу обучиться тому что ты умеешь хорошо ну давай одноручное оружие а у меня сколько там они топ так оружие 0 очки обучения в 10 подкрадывания потому что это да ими подошвы лук возвращайся а чё у нас все кончилось уже лучше и все что ли где у меня лук лук 15 ну вот у меня дурочный же какой-то арбалет 10 процентов это так а где тут взлом карманная кража акробатика ковка оружие языки за языки за алхимия создание рун круг маги арбовед лука наручную а подкрадывание чё а вот могу ну все пойдемте спать так кстати где у меня провалены обучение во внешнем мире так провалены но не среди проваленных нету я короче очки опыта потерял надо было его звать я так понимаю ну ладно по крайней мере я его не убил и его не убили хотя его могли бы убить нет ну-ка давайте-ка посмотрим по-другому где ты вот я его убил и теперь можно звать его давай поем пошли при прыжку пойди конечно теперь их ждет давай их всего двое двое на двое у тебя лук господи какой у тебя лук о бустук смотри его здесь нету классно да тебе не стоит появляться здесь ты заслужил это вот так готово ну вот им не следовало связываться со мной а то я наконец смогу выполнить свое задание я и так потерял уже слишком много времени что это за за ага да ведь сначала мне еще нужно будет попасть в город и потом не знаю как мне удастся сделать это вовремя а что насчет меня а почему бы и нет ты можешь доставить письмо в город когда у меня будет слегка больше времени чтобы позаботиться о своей экипировке письмо должно быть у одного из бандитов в кармане отнеси его к ватросу магу воды в город ты найдешь его в храме аданаса он проповедует там весь день скажи ему что мне не удалось а если он спросит где я просто скажи ему что я уже на пути к месту встречи ладно а да и еще одно сначала купи приличную одежду у какого-нибудь фермера иначе тебя могут принять за бандита вот пара монет давай ты конечно я хочу хорошо чему-то умеешь давать подкрадывание то по-любому смять ну и лук блин это позорище я так понимаю мне больше больше и нету ничего я не туда туда уже лучше палка с гвоздями так письмо ты не забрал у меня значит значит так кинжал все собираем черные грибы ложимся спать нечего нам ночью шастать спать до утра вот здесь мне ничего не надо вот у нас черный гриб еще один черный гриб ну теперь можно уже поближе к городу подходить кто тут есть молодой волк но он пока далековато сюда-сюда опять не попадая пока какой тянуть этот на расстояние так это 30 необходимо все все вот так да куда куда все путаюсь в этих кнопках еще немножко я уверен здесь волки нет а зачем тогда это возвышенность была сделана папа так кстати патчи вот в этом какой-то баллона дом или кто он там нахрен есть такая штука штука неприятная так скажем если он туда идти прямо вот сейчас там до моря потом направо там у горы будет пещера в горе пещера будет и вот в этой пещере там какой-то неубиваемый козлина будет но мы потом туда пройдем давайте соберем сначала все что у нас здесь есть молодой волк а какой есть матерый еще по-моему да так да спокойно мы тут все уничтожим тихо ты а почему-то я дам не отравился неизвестно подождите подождите вот здесь вот если мне память не ошибает а вон она и носа думал где она думал ни хрена себе патч статуэтки бы убрал одни там вроде как еще есть такое задание что не нужны были бы вот бы я прикурил бы давайте вот отношение с другой стороны есть что-нибудь нету сохраняем и смотрим что он нам даст помолиться я хочу помолиться ничего не пожертвовать нет ловкость один ну ладно пока хватит может если тысячу кстати пожертвую может что-то будет но то знаете ли многоватенько хотя вам честно скажу хоть мне не жалко конечно но никак не в начале игры быть транжирой хреначь помолились один раз на сотню и хватит так на что-то мне несешь да мы пока не пойдем он вниз а гоблины ладно так залазим я хочу посмотреть что там наверху сейчас потом стало так если не здесь то здесь залезем все равно а мы залезем все равно да игра будет долго его сразу предупреждаю поэтому мы давайте просто осмотримся посмотрим где что его и как так ну тут где то еще вышка какая то была не знаю здесь нет такого да ладно выходим так вот ловкость еще надо гибкость прокачать ловкость небольшое задание ца здесь привет чужеземец я видел как ты спустился с гор тебе повезло что ты не пришел три недели назад мы бы приняли тебя за беглого каторжника с ними у нас разговор короткий ну спасибо спасибо что тебе нужно здесь даже не знаю так мне нужно на меня напали бандиты в горах вот мерзкое троги это вероятно те же ублюдки что уверен у нас овцу прошлой ночью тебе еще очень повезло редко кому удается уйти от них живым так эти бандиты больше не будут беспокоить вас почему они мертвы они не на того напали славы и носу вот здесь немного но я хочу чтобы ты принял это я расскажу остальным об этом молодец мне нужно снаряжение могу представить я честно скажу тебе у нас нет ничего чем мы могли бы поделиться хотя если ты можешь заплатить лобарт продаст тебе кое-что ну или ты можешь пойти к нему и спросить нет ли у него какой-нибудь работы так где мне найти лобарт я как понимаю на ферме конечно же это ведь его ферма и не пытайся надуть его он избил и вышвырнул с фермы уже много бездельников я иду в город учитывая то как ты выглядишь тебе придется подкупить стражу чтобы попасть в город и ты должен знать что они хотят услышать и что это ну например что ты с фермы лобарта и идешь городскому кузнецу но это тебе не поможет ты не похож на фермера понятно так мне ну так одной мерзкой тварью меньше откуда ты выпал свол блин ладно я потом приду посмотрим что у нас здесь так так пойдем торговец ты мне нужен свиток 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 посмотрите кто у нас ты ведь идешь в город я не прав может быть ты похож на беглеца все беглецы направляются в город а я не направляюсь даже беглый каторжник из колонии меня не волнует откуда ты пришел но мне кажется у меня есть интересное предложение для тебя давай что ты можешь предложить мне я бродячий торговец я торгую всем судя по тому как ты выглядишь стража никогда не пустят тебя в город я могу помочь тебе попасть в город у меня есть вот этот клочок бумаги с королевской печатью и подписью губернатора пропуск с этим пропуском в кармане ты сможешь спокойно войти в город и страже придется пропустить тебя тебе это интересно а как ты попадешь в город стража знает меня я просто скажу им что потерял мой пропуск что ты хочешь за этот пропуск я знал что не ошибся в тебя послушай ты получишь от меня пропуск прямо сейчас просто так да но если я встречу тебя в городе ты будешь должен оказать мне услугу ну что договорились давай посмотрим что то такое держи но обращайся с ней аккуратно она очень ценна и еще одно даже и не думай нарушить свое слово я торговец и имею очень большое влияние в городе просто так это тебе с рук не сойдет уж поверь мне порога жирка свои товары выбирай давай так вино вот это тоже заберу еще 10 а амулет силы духа мензурку возьму мало ли чё так 40 50 или стоть а тебе знаешь что да ну вот эти вот кинжалы я тебе отдам ржавый меч отдал тебе все мне ну как знаешь так сковороду мы ага мотыга сковороду мы взяли не просто так лети быстрее так вон он пират смотрите сбоку стоит мы ему поможем и потом у нас тоже как сказать по сюжету нам еще не раз попадется он тоже что нить хорошее потом приедет доставить а одно из хороших это карта сокровищ также он в одном в одной из локаций будет нам помогать так сказать союзником будет ну давай крестьянин крестьянин от вас толку нету смысла ноль как идет работа так же как и всегда работы много денег мало а если нам совсем не повезет то завтра придут орки и сожгут нашу ферму дотла королевские паладины заняли весь город но я очень сомневаюсь в том что они поднимут свои задницы и придут сюда если орки нападут на нас ну есть я могу поклясться что видел орка вон там на краю леса два дня назад с тех пор я сплю хотя бы с одним открытым глазом это правильно я и ты можешь рассказать о городе что-нибудь интересное нет но малят частенько ходит в город возможно что-нибудь знает ну что-нибудь что может заинтересовать тебя и кроме того так в общем нет у тебя новостей пока что давайте-ка монстры не появились потому что задания нет или что давайте-ка я схожу вон ту тварь выбью а молодой полевой хищник я готова и старый пожилой престарелый там приклонных годов как правил раз молодой так тут вот еще в чем проблема если мы сейчас вызовем камера сразу я не знаю сможем ли мы его победить потому что он дробилки по моему уничтожается так тихо ты блин так я не бессмертный сразу говорю так ладно давайте сохранимся и посмотрим если я конечно смогу еще вызвать так вот он так 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 давай третий третий где третья так вот он новая запись в дневнике так так я активировал выходить с круга камней находясь неподалеку фермы так земля затрясать на ничего не произошло как попасть в город хоринис ноги воды кольцо воды так минутку затрясло здесь все посмотрим что здесь есть так так кстати далинка тоже туда 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 один вроде только спуск а там унеси подъем там же так больше тут ничего такого нету патчи там каком-то тут стоят эти сектанты у них здесь палатка разбита вот так вот а здесь почему-то у меня пустое место вот такой мод ладно пойдемте потихонечку ферме покажем им там всем пусть чиновать кстати фермер то хороший парень жена хорошенькая так дай бог памяти и вот здесь есть нет нет на мельницу никак не попасть нет 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 так так это его дом мне нужен пока сарай вот он сам хозяин этой фермы и что ты тут ошиваешься на моей ферме ты на чьей стороне на стороне восставших фермеров или на стороне короля о так я не понимаю что не пытайся меня провести мальчик я хочу знать на чьей ты стороне на чьей стороне я я с крестьянами этот чертов смутьян он сведет нас всех могилу как ты думаешь как долго еще здесь будут паладины после того что сделал он весь город гудит как улей так как идут здесь дела ты не знаешь как здесь идут дела мальчик ты вообще откуда свалился мы на пороге гражданской войны до последнего времени фермеры считали долю отдаваемую городу вполне справедливой но с тех пор как в хоре не спришли паладины городская стража наведывается к нам все чаще и немного понемногу они так скоро заберут все что у нас есть если так будет продолжаться и дальше у нас ничего не останется для самих себя некоторые фермеры стали бунтовать honor был первым из них так ну-ка давай кабанали расскажи мне подробнее об этом анари honor самый крупный фермер в этой местности он порвал отношения с городом говорят он нанял наемников чтобы те не пускали на его земли городскую стражу не могу винить его за это как бы то ни было больше ни один королевский солдат не осмеливается ступить на его землю но кто как играет за наемников я скажу вам да и мало то что сложно так не попасть ну интересно так а что насчет тебя ты-то на чьей стране крестьян или короля я слишком близок городу чтобы у меня была возможность выбирать но я даже рад этому я бы все равно не знал что решить король пьет нашу кровь а он направляет своих наемников против всех кто не хочет присоединиться к нему вот почему большинство фермеров все еще не определились но рано или поздно им придется выбрать одну сторону или другую ну да а кто эти наемники которых нанял она я мало что знаю об этих парнях предположительно большинство из них бывшие каторжники из колонии из чего спрашивается от них можно ожидать от них можно ожидать то что угодно так я ищу работу мне не нужен еще один постоянный работник но я могу предложить тебе паденную работу сойдет я хочу сказать ты можешь помочь на поле также здесь еще наверняка найдется кое какая работенка для тебя я могу заплатить тебе золотом или дать приличную одежду давай лучше одежда эта одежда стоит довольно дорого я не могу отдать тебе ее просто так но я могу продать тебе ее дешевле если ты поработаешь на меня согласен потому как ты выглядишь я бы сказал бери одежду он вам на работу следующее на небольшом поле за амбаром нужно собрать репу хорошо тогда поторопись пока я не передумал нет я ее соберу я же не собирал подождите потому что хоть она у меня есть но от кого тут собрать то я ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте ваши комментарии мы увидимся в следующем видео а я пока соберу репу пока